Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть Черепашки и Ниндзи Легенды. Так, забираем с тобой ежедневные награды, сразу же бежим на турнирную арену и смотрим. Ребята, Лига Сюгуна в 3 звезды. Сегодня у нас, что у нас сегодня-то, блин? Сегодня, по-моему, уже суббота или воскресенье наступило. Сейчас мы посмотрим. Ядрен Матрен, ребят, а у нас на дворе уже воскресенье. У нас на дворе уже воскресенье, а я даже не в Лиге Мастеров, а я собирался. А я собирался, ребят, на выходных, на своих, каждый день поиграть. Но, видишь, что-то пошло не так. А что пошло не так? Фиг его знает. Весь день. Что я делал вчера в субботу? Тренировка, это. В общем, субботу я продинамил, грубо говоря. От этого, ребята, и от этого мы можем не попасть, куда нам надо. Ладно, я попробую здесь сегодня порулить, как говорится, у руля. И завтра. Ну, точнее, не завтра, а сегодня только, когда уже просплюсь. То есть, сейчас у меня третий час ночи. Перед работой, можно так сказать. Если я не пойду на тренировку, ребята, опять же. Я, наверное, не пойду, потому что сегодня был. На коротком выходном, как бы, два раза ходить, ну, такой себе удовольствие. Тем более, качал спину, спина и так он вся болит. Плечи болит. Все болит, весь распадаюсь, блин. Нет, не пойду, наверное, буду отдыхать. Хотя... Не знаю, в общем, не буду загадывать. Может, пойду, может, не пойду, но, скорее всего, нет. Скорее всего. Если не пойду, то серию успею... Ну, как бы, не серию, а... Можно попытаться попробовать, ребята, попасть в Лигу Мастеров Три Звезды, но, опять же, а что у нас получается в воскресенье, в понедельник? А, ну, мы можем в понедельник еще, ребят, поиграть, потому что я приду с ночи, как раз там будет время перед бустом. Ну, буста, может быть, не быть, конечно, а время будет. Так что, наверное, все-таки будет у нас Лига Мастеров, друзья мои, Три Звезды на этой неделе. Несмотря на то, что, опять же, я поздно начал. Да, должно, скорее всего, сделаем. Так, хорошо поджарил ты, браток их очень хорошо, причем постепенно урон повесил на абсолютно всех. Пускай даже не добил, но они были под постепеночкой. Ну, и, конечно же, тут Донателла, само собой, своими сюрикенами добил их. Ну, это что? Это у нас только... Это мы еще, ребята, дорога к Лиге Мастеров Одна Звезда у нас идет. Поэтому, как бы, расслабляться мы не будем. Да и незачем. Да и незачем пока. Ну, на коротком выходном, друзья мои, особо не разгуляешься. Ну, что там? Приходишь, у тебя короткий выходной, день этот один, и то, который ты половину просто просыпаешь, и на следующий день тебе уже идти на работу в шесть вечера, в пять. Такое удовольствие себе, согласись. Ну, ты еще мне морозильную кошку завали, блин, на холмон. Так, ну-ка, хан, давай ему. Шикарно. Фига себе. Чуть морозилку не ушатал, ребят. Вот. Это на длинном выходном? Да, там можно. Но, опять же, ребят, на длинном выходном у меня небольшая... Хотел сказать вечеринка. Небольшая посиделка будет. Как бы, тоже... Один выходной прогулякаю, второй выходной, может быть, буду отлеживаться. Я не знаю, даже тренировку будет. Буду я ходить или нет? Буду я употреблять в мелких дозах алкоголя или нет? Тоже неизвестно. Посмотрим. Не хотелось бы, конечно, но... Ёпп, РСТ. Мы на грани фола, ребята. Фух. Я же забываю, что Бакстер Стокман у нас самый такой... Ну, не самый медлительный, но он медлительный персонаж. Поэтому... За Зэка я не волновался, а вот Бакстер, да, чуть было не подвел команду, чуть было там кого-то у нас из-за него не рубанули. И... Самый топ это маузеры. Маузеров берешь, они до 70-го уровня практически, друзья мои, всех лужат. Ну, редко, когда там бывает, не добьют кого-нибудь. Ну, это бывает, еще раз повторяю, редко. Редко, блин, но метко, да? Сейчас проверим. Смотри внимательно. Вот они готовятся. Вот они врываются в толпу и... Всех валят. Ну, как я и говорил. Всех под откос. Когда мы с собой перейдем уже в Лигу Мастеров, еле-еле волочимся. Знаешь, как зомби ноги волочат, мы тоже так же. Еле-еле, блин. Берем маузеров. Пока, наверное, будет оптимальный вариант именно через маузеров отыгрывать. Ну, можно там, конечно, еще взять других персонажей, типа Супер Шреддеры. Он, как бы, тоже, в принципе, неплохо заходит, но он один. Ну, до 70-го уровня, может быть, один-то он справится. Но маузеры просто стопроцентной гарантией даются. А там уже, там уже Шреддер, плюс еще кого-нибудь надо брать. Ну что, ребята, Лига Мастеров, ГЦ, поздравляю. Давай попытаемся, попытаемся с тобой перейти в Лигу Мастеров хотя бы две звездочки. Было бы вообще, ребята, шикарно, на самом деле. Но если мы возьмем даже с тобой по десятке за бой, это 10 поединков. 10 поединков, это 50 персонажей. Как-то мне тяжело верится, что у нас там 50 персонажей останется. Осталось, точнее. Но, тем не менее. Красавчик, Крэнк. Красавчик. Какой выпендрежник. Стайпаф. Помнишь, такой был Стайпаф-то из этого? Фильм назывался... Блин, а как он назывался-то? Охотники за привидениями. Вот. Зефирный человечек-то там, помнишь, такой был? Блин, я когда в детстве смотрел этот фильм, блин, так классно. Я еще думал, блин, как же круто, наверное, хавануть этого Стайпафа. Он же был из зефира сделан. Думал, блин, столько, ну, зефира. Ну, а что ты хочешь, блин? Ну как, я не такой уж маленький был, что прям вообще там 5 лет. Ну сколько мне уже там было? Лет, наверное, я не знаю. Может, 15-16. Когда я в первый раз посмотрел. Ой, да. В то время, конечно, как вспомнишь, фильмы вообще, которые я вот смотрел, я вот помню до сих пор. Ну, такие впечатления оставили. Для меня вот такие, знаешь, как фильмы. Муха, Джейсон, это Пятница 13-я. Челюсти. Сейчас эти фильмы, ну, многие даже, наверное, смотреть бы не стали. Но в то время, вот в мое время, это, конечно, были какие-то, я не знаю, прям культовые фильмы. Понимаешь? И, возможно, это из-за того, что тогда было, ну, как сказать, это, во-первых, все было в новинку. А вот эти вот ходячие мертвецы, не вот эти вот ходячие мертвецы, которые это. А, восставшие из ада. Восставшие из ада. А потом, что там у нас еще было? Вот эта вот комедия там, когда этот Эш-то против мертвецов дрался. Особенно третья часть, вообще комедия ржачная. Блин, прикольно. Сейчас, понимаешь, мы сейчас вот настолько искушены вот этими вот фильмами и спецэффектами, да, вот этими, что даже смотреть неинтересно. То есть, раньше такого не было. Раньше все-таки делали там, я не спорю, там костюмы, все, но больше вот хотели как бы сделать пореалистичнее. Мне вот, например, нравится фильм, знаешь, какой-то, не поверишь, Ви, старый наш отечественный фильм, который снялся фиг знает когда, с Натальей Варлей в главных ролях, и кто там еще, Куравлев, по-моему, да, Куравлев там был. Блин, ребята, заходит порой просто на ура, хотя фильму хрен знает сколько лет. Ну, вот как он снят с душой, вообще по Гоголю, к тому же, блин, ну просто, ребят. Если брать вот эту вот новую версию, она, да, там все как бы это, но она, мне кажется, рядом не стоит по сравнению со старым фильмом. Как бы вот, наверное, то, что все-таки мы были как бы впервые в новинку, в диковинку для нас это все было. Может быть, оно из-за этого как бы впечатлило. А сейчас мы так вот искушены вот этой графикой компьютерной, что даже вот серьезно говорю, ну не интересно смотреть. Смотришь там, знаешь, фильм на один раз, фильм на один раз. Я боюсь вспомнить, сколько раз я смотрел, например, такие фильмы, как «Джентльмены удачи», или, например, фильм «Операция И», ну, «Потключение шурика», естественно, да, сотни раз, сотни, ребята, раз. И эти фильмы мне не надоедают. То есть я посмотрел, я могу потом еще посмотреть, там, через год, полгода. Если вспомнить из импортных зарубежных фильмов, я, наверное, смотрел такие фильмы, как «Форест Гамп». Мне нравился в свое время, довольно такой прикольный. Потом фильм, не помню, как называется, там снимался этот... Ммм, черт подери, как же этого актера-то звали? Зовут, точнее. Ой, память моя, Деменция, чертова. Ну, в общем, родился он стариком, старым младенцем. А когда он рос, он, наоборот, в... Как сказать? Обратный процесс, в общем, там был. Талантливый мистер... Нет, не талантливый. Или талантливый мистер Грипплик. Что-то такое. Сейчас не буду, ребята... Потому что могу, ну, попутать. Но фильм, блин, прикольный был. Вот. Что еще? Ну, нет. Если так, то много фильмов прикольных. Ну, вот эти... Какие-то криминальные драмы. Я имею в виду из импортных. Из зарубежных. Вот. Из наших... Ну, из наших мне все-таки больше нравятся старые фильмы. Вот старые фильмы. Ну, вот новые фильмы, которые вот про спорт еще можно посмотреть. Не скажу, что все, но некоторые можно посмотреть, да. Вот. А сейчас... Сейчас вот, ну, вроде бы, ребята, идем на поправку. По кинематографу. Может быть, оно и хорошо. Даже пора нам уже, как говорится, показывать. На что наша киноиндустрия тоже, ребята, способна, готова. В общем, правильной дорогой идете, господа. Ой, не знаю. Почему я именно сегодня об этом захотел поговорить. Фиг ее знает. Мультики прикольные. Вот эти вот, как вот, наподобие Три богатыря. Про серого волка. Мне нравится лично. А детям нравятся такие мультики, как вот эти вот смешарики, да. Вот Лунтика я, честно говоря, не особо понимаю этого. Ну, он, конечно, про добрые поступки там, про все это, но как-то я фиг его знаю. Дети что-то у меня не особо любили в свое время его смотреть. Такс, ну что. Мы уже, ребята, почти у финишной. У нас тут осталось совсем-совсем чуть-чуть. Уровень бойцов у вражеских 74-й. То есть, они практически уже, ребята, на пределе работают. 78-й это уже фулка будет. Мы уже роняем, но не всех. Сам видишь. Так, пробивай его. Давай, Крис. Отлично. Ну, я так думаю, поединок другой, наверное, осталось. Мы сейчас... Где вообще находимся? На каком этом ранге-то? А! Лига мастеров 2 звезды, друзья мои. Чихнуть хочется. Ой, как хочется. Вернуться в городок. Ой. Так. На нашу улицу в Тридома, да? Где все старое и знакомое на денек. Такс, что у нас тут? Кужеголовый плюс Лео. Ну, тут... Ну... Естественно, сейчас эти звезданут. Серьезно? Даже так? Так можно было? Я не знал. Я не знал, что они так пропишут звездюнку. Ну, хотя бы до полтинника. Ну, до полтинника не получится, ребята. Тут осталось-то. Шиш, да не шиша. Шапочный разбор, как я обычно это называю. Так, так, так. Ну, да, шапочный разбор. Хотя можно потратить, в принципе, ребят, три отката на один поединок. Единственное, что он нам даст. Пять ступенек в подвижухе. Когда мы можем немножко подождать, и потом те же самые три отката мы можем потратить с тобой как за один, благодаря тому, что мы можем с тобой вызвать просто маузеров. Секешь, о чем я? То есть, мы можем один поединок либо сейчас сыграть, либо три поединка можем сыграть, например, завтра. Разница ощутимая, согласись. 76 место. Ну, и что, стоит мне тут брать? Раз... Давай тогда сделаем так. Блин, а чих так никуда. Я и не пропал. Ну, давай ты чихай, Рэй. Ну, знаешь, такое состояние? Чихуй, чихуй, чихуй. Хочется. И... И не чихается. Я не могу. Собли только потекли. Ой, господи. Обламывает меня с чихом, конечно. Ну, и фиг с ним. Все, друзья мои, прошли. Сейчас посмотрим, сколько нам ступенек дадут. И... Пойдем за эксперт снаряжением. 76-ое было. 70-ку дадите хотя бы? Нет, 72-ое. Четыре ступеньки, ребят. Всего четыре ступеньки. Ну, пфф. Это вообще ни о чем. Так, 22 тысячи мутагена. То есть... Наверное, должно хватить у нас с тобой на... Поднять ранг. Еще один. Нашему... Кто у нас там? У нас там Рафаэль, да? Оригинал. Нашему Рафаэлю оригиналу поднять еще один левел ап. И там уже будет у него... Какой там будет? 80... Какой-то, по-моему, да? 85-й, 86-й, что-то такое. То есть все равно еще где-то пятнашку надо ему... Крячить. Ну, здесь поставим блок, потому что особо тут ничего не сделаешь. Да ладно, ты даже крипа не заблокировал. Ну, господи. Зэ, все так жидко. Зато... Зато армагон отличился. Просто с плюхи всех... В ушат пустил. Да. Так, забираем. Что там у нас? Рафаэль оригинал. Вот он. И... И... Нихо... Нихо... Ты серьезно сейчас вот это вот? Чуть-чуть. Ладно. Ладно. Мы обычно как делаем? Если Рафаэлю не можем поднять уровень, тогда давай тогда искать ему на навыки. Навыки мы ищем. 14 шляпок. Шляп. С напитками. Пока мы напитки с тобой ищем, в то же время у нас купится мутаген. Так, одна шляпа есть. Две шляпы. Три. Там нужно 14, да? Три. Четыре. Пять. Ага. Шесть. Шесть шляп. Пока шесть. Ну давай ты не дуркуй же. Шесть шляп есть. Там... Семь. Восемь. Что у нас там по этому? Да плохо у нас все по пицце. Семь, восемь. Девять. Девять же, да? Девять. Десять. Десять шляп должно быть. Да, ребят. Десять шляп. Плюс уровень. Восемьдесят пятый. Восемьдесят пятый уровень, друзья мои. Забираем здесь все награды. По-бакинским пока все худо, бедно. Ребят, восемьсот один бакс. Даже тысячи нету. Паршивенько. Так, в испыталке у нас дух. У нас два события. А, у нас все события пройдены. Точно, ребят. У нас все события пройдены. Ищем эксперт. И сейчас как специально, ребятушки, фигушки. Они мне... Ну, конечно, им жетоны. Им жетоны мне нужно давать. Они мне нужны, блин. Ну, хотя бы спасибо за снаряжение духа. Последние две попытки. Офигеть. Да, просто кидок, ребят. Просто кидок по сравнению с прошлой серией, где, как ни странно, с первой попытки сразу же выпадал эксперт снаряжение. В этот раз меня просто кинули по полной программе. Что, друзья мои, могу сказать вам? Что на сегодня все. Вот такая вот коротенькая серия. Кстати, 300, ребятушки, 300 у нас платиновых осколков. 300. Максималку дают 75. Да? Максималку дают 75. По-моему, ведь так? Да, 75. То есть, получается, эту неделю доигрываем. Эту неделю доигрываем. И через следующую неделю, о, через следующую твою налево неделю, мы, ребята, будем переводить следующего персонажа в платиновый ранг. Так что, готовимся, думаем, думаем, обмусоливаем, кого будем переводить. На этой неделе у нас была переведена, не на этой неделе, а вот последний персонаж был переведен, это змея. Карай, по многочисленным, ребята, просьбам. Так что, думайте. Вот, можно, в принципе, мутагеноида попробовать перевести, или же, например, Леонардо Ролевого. Можно Рокула. Ну, в общем, тех, у кого есть массовые атаки. Ну, как бы. Я склонюсь именно к этому. Но, опять же, ребята, массовые атаки полезные. А не так, как у Джастина, блин. Массовая атака, она, пшш, пш, бесполезная. Скажем так. Ну, на добивку пойдет, но так нет. Ладно, ребятушки. На этом я, пожалуй, сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова